Можно ли пить соленую воду? Нередко можно услышать о чудодейственных способностях воды с солью. Кто-то советует добавлять в воду обычную поваренную соль, кто-то юдированную, а некоторые говорят об особой пользе для здоровья морской воды. В этом видео разберемся, правда ли это. Когда действительно стоит пить соленую воду, а кому этого нельзя делать ни в коем случае? Досмотрите до конца и узнаете дозировку соли при приготовлении такой воды в домашних условиях. Друзья, на этом канале вы всегда узнаете что-то новое о правильном питании. Подпишитесь, нажмите на колокольчик и выберите все уведомления, чтобы не пропустить новый выпуск. Польза и вред соленой воды. Для начала нужно определиться, о какой соли мы говорим. Поваренная соль содержит хлор и натрий. Эти химические элементы необходимы нашему организму, но в небольших количествах. При превышении нормы соли нарушается водно-солевой баланс, повышается давление, появляются отеки и ухудшается функция почек. Поэтому ежедневно нельзя употреблять более 5 грамм соли. Учитывая нехватку йода в организме многих людей, лучше вместо обычной соли употреблять юдированную. Она улучшает работу нервной системы, оказывает антисептическое воздействие на организм и снимает усталость, а также способствует очищению кишечника. Но если речь идет о соленой воде, то с ней нужно быть осторожным из-за большой нагрузки на почки. Регулярно употреблять ее не стоит, но есть ситуация, когда такая вода необходима. В интернете можно найти много отзывов о том, как приготовленный в домашних условиях соленый раствор помог избавиться от серьезных проблем с кишечником. Как именно, об этом расскажем в конце видео. Не переключайтесь! Что касается морской воды, то ее пить в чистом виде нельзя. Да, она богата полезными минералами, но концентрация солей в такой воде очень высока, что может привести к поражению почек. Зато морская вода полезна при местном применении. Она способна лечить различные воспалительные заболевания и косметические дефекты кожи. Еще одна сфера ее применения – промывание носа при насморке. Морская соль оказывает антисептическое воздействие на слизистую оболочку. Не стоит забывать и еще об одном виде соленой воды – минеральной. Их существует множество наименований, каждая из которых обладает своим набором минералов и микроэлементов. Такие воды делятся на столовые и лечебные. Если первые можно употреблять время от времени, то лечебные минеральные воды должны применяться только при конкретных заболеваниях и по назначению врача, который определит дозировку. Злоупотребление минеральной водой может привести к образованию камней в почках. Когда соленую воду пить обязательно? Такой раствор позволяет восстановить баланс электролитов. Это очень важно для нормальной работы всех основных систем нашего организма. Потеря электролитов происходит при отравлениях и диареях, в том числе вызванных антибиотиками. В аптеках продаются дорогостоящие порошки, которые нужно разводить в воде и пить для восстановления электролитного баланса. Но зачем переплачивать, если тот же эффект дает самодельный соленый раствор? Диарея, помимо потери электролитов, приводит и к обезвоживанию организма. Обычная вода восполняет потерю жидкости, но еще больше разбавляет электролиты, которых и так мало. А вот подсоленая вода решает обе проблемы. Но при этом важно не переборщить с дозировкой соли. Одну чайную ложку поваренной соли крупного помола нужно растворить в литре горячей воды. Тщательно разболтайте соль, чтобы добиться максимального растворения ее частиц. Попробуйте раствор на вкус. Если он слишком соленый, можно еще немного добавить воды. Принимать такую воду необходимо натощак, пока диарея не пройдет. Обычно это длится от 3 до 7 дней. Но ни в коем случае не принимайте такие объемы соленой воды, если имеете заболевание почек. В такой ситуации к восстановлению электролитного баланса нужно подходить с осторожностью и только после консультации с врачом. А вы пьете соленую воду? В каких ситуациях? Расскажите в комментариях. Все уведомления. Здоровья вам и долголетия!